Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Делягин Михаил Геннадьевич, депутат Государственной Думы, доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Михаил Геннадьевич, ну, во-первых, мы хотели поздравить вас совершенно искренне и рады вот этому событию, которое произошло, что вы стали депутатом Государственной Думы. Появилась надежда, скажем так, у многих слушателей Школы Здравого Смысла, что здравый смысл все-таки на просторах нашей законодательной власти, он будет утверждаться дальше. Поэтому примите наши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания в вашу успешную, мы не сомневаемся в действительности на это поприще. Но мы сегодня хотели бы поговорить о том, что, что же будет все-таки, вот, есть ли у нас в нынешней ситуации, я имею в виду Россию, российской государственности, но я не буду говорить шанс, наверняка этот шанс в ближайшие 5 лет все-таки как-то вывернуться из тех объятий различного рода кризисных ситуаций, которые вокруг нас складываются, и выйти на такую хорошую проторенную дорогу развития и страны, и повышения благосостояния, и утверждения справедливости, и все прочее. Такой вопрос немножко, конечно, может быть очень широко поставлен, но наблюдая то, что происходит в мире на сегодняшний день, те кризисные явления, которые происходят, я уж не говорю там про то, что связано с карантинными мероприятиями и всем прочим, то есть вот и в экономике, в социальном плане, какие перспективы нас ждут. Ну и, наверное, какой-то шанс есть, просто он пока не виден, или уже не виден. Я просто как бы ознакомлю, напомню вам те действия российского государства, которые уже объявлены. Минсельхоз объявил, что миллион гектар земли российской передаст гражданам Узбекистана, чтобы они там занимались фермерским хозяйством и экспортировали продукцию сельского хозяйства, да, из России в Узбекистан. То есть нам всегда казалось, что Узбекистан был жительницей, но нет, оказывается нет. То есть миллион гектаров земли из России будут вычеркнуты, это будут, по сути дела, исламское государство, потому что нужно понимать, что Узбекистан само все государство светское. И там достаточно внимательно следят за тем, чтобы, скажем, ну как бы шариатские патрули население не терроризировали. А российские власти, насколько я могу судить, поощряют ситуацию, когда шариатские патрули это само население терроризируют. История с подмосковной Аминовкой, тут выясняется, что у нас полподмосковья такого уже. Ну и еще миллион гектаров нужно отдать под создание в России исламского государства. Это политика государства. Это не какие-то там частники, это министр сельского хозяйства специально договаривается, чтобы вот не было в России высоких технологий. Чтобы какие-то минимумы мотыгны. А с другой стороны, у нас же проблема, заканчивается ипотека, строительный комплекс набрал мощь, ему нужно все время строить человейники. Ну, первая проблема для того, чтобы наращивать объемы строительства человейников, нужно наращивать объемы завоза мигрантов. Товарищ Куснулин уже про 2 миллиона мигрантов нам торжественно рассказал. И выборы прошли, так что сейчас начнут завозить. А второй вопрос, а как загнать людей в человейники? Потому что многие люди живут в нормальных условиях, в человеческих. Ну, наш найденный гениальный решение еще в декабре прошлого года был под Новый год принят закон и подписан президентом в так называемом комплексном развитии территории. Живете в своем доме, приходит к вам комиссия или просто в почтовый ящик кидает объявление, или просто в госуслугах появляется надпись «Дорогой товарищ, ваш дом». Да, он еще 100 лет простоит, но он будет снесен в ближайшее время, потому что он включен в программу комплексного развития территории. И вам выплатят компенсацию, но эта выплата компенсации по нашему закону должна учитывать рыночную цену, а не соответствовать рыночной цене. Учитывать можно по-разному. В Татарстане, в Солнечном, говорят, был опыт, когда людям выдавали 15% стоимости их квартиры, чтобы как раз хватило на первый взнос ипотеки в Человенике, чтобы они в Человеник переехали, а могут они расплатиться или их будут выкидывать оттуда через, так сказать, годик, это никого не волнует. Вот это план действий государства. Дальше у нас стало холодно. Холодно – это значит слякоть, а слякоть – это значит простуда. А когда ставить диагноз ОРВИ, насколько я понимаю, московские власти запретили, то никакого ОРВИ нет, а есть только коронавирус. А если у нас бурный рост коронавируса, то это значит, ну, может быть, на локдаун ума им хватит не объявлять локдаун, но QR-коды и запрет посещения торговых комплексов людям, которые заботятся о своем здоровье, уже во многих регионах это дело пошло. То есть это истребление малого и среднего бизнеса, чтобы вы не смели конкурировать с аллергархическими структурами, которые загодя, в том числе иностранные структуры, вложились в рынок достатки. Вот вам и все, где здесь развитие вы видите? Где вы здесь видите развитие? Бюджет, представленный в Газду, мировая экономика будет развиваться со скоростью 4,6 процента, вырастет в 2022 году, ну, а российской экономике быстрее 3 процентов расти не надо. То есть Россия будет продолжать деградироваться, бюджет гниения и деградации нанесен в Государственную дуку, бюджет лишения России будущего. Единая Россия его примет с телящим восторгом, с визгом восторга, сомнений здесь нет. Они пенсионную реформу приняли, они за оптимизацию здравосохранения голосовали. Ну, простите, ну и где здесь развитие? И где здесь шансы? И какие они? Ну, на самом деле, картина, скажем так, которую нарисовали, она не больше, наверное, пенсимистична, чем оптимистична. Это не адресовал, простите, Владимир Владимирович Путин назначил деятели в правительстве это все решение. Но при этом я вот сегодня читал как раз заметку, а заглавливает эту заметку приблизительно такое. Российский бюджет трещит от, значит, от количества денег. То есть денег-то много, да, у нас? Я правильно это понимаю или нет? То есть это бюджет не потому, что у нас их нет, а потому, что он так сверстан. То есть это ошибка, скажем так, наверное, системная какая-то. Главная задача федерального бюджета заключается в том, чтобы замораживать деньги российских налогоплательщиков и не допускать ситуацию, при котором средства российских налогоплательщиков идут на пользу России. Это главная задача федерального бюджета. Он под это написан. А у нас постоянно сейчас, на 1 сентября, не используем остатки средств на счетах федерального бюджета составляют 17,9 триллионов рублей. Это примерно годовые доходы. До того, как на подкуп избирателей, или, наверное, это более корректно называть, поддержка пенсионеров перед самыми выборами, которые, разумеется, не имеют никакого отношения к подкупу избирателей, наверное, так будет корректно сказать, было направлено 845 миллиардов рублей. До этого неиспользуемые остатки были выше, чем годовые доходы бюджета. Так вот, за ближайшие три года планируется увеличить эти неиспользуемые остатки еще на 7 триллионов рублей. А цель вообще этой политики, она в чем заключается? Цель политики заключается в том, чтобы в России не было никакого развития. Чтобы в России был феодализм. Дмитрий Песков не тот, который пресс-секретаря, о которой главный по цифровизации, советник Путина по цифровизации, уже объяснил, если я правильно понимаю, что социальный идеал для нынешнего руководства страны – это Россия Николая II. Чем кончила Россия Николая II, напоминать, я думаю, никому не надо. То есть социальный идеал для нынешнего руководителя страны – это политическое, социальное, ну и, может быть, для кого-то и физическое самоубийство путем доведения страны до грандиозных революционных потрясений. А что можно сделать? Не знаю. Я сейчас читаю бюджет, я сейчас весь в этих чувствах. Я сейчас просто пишу доклад, я участвую в подготовке так называемого «Справедливого бюджета развития». Это как бы альтернатива, которую будет носить «Справедливая Россия». Понятно, что «Единая Россия» даже читать не будет, но, как показывает практика, некоторые товарищи из «Единой России», вроде сенатора Рашукова, у них есть уважительная причина. Они не читают, потому что они не умеют читать по-русски. Ну, законы принимать могут, даже вносят, но читать не умеют. Но это будет, по крайней мере, некоторый материал для понимания того, а что можно, а как можно. Ну, я думаю, что все-таки «Дравый смысл» должен победить, да, в какой-то степени. Ну, наличие таких людей, как Украинская Россия, они, естественно, надежды, какую-то, ну, вселяют какую-то надежды. В Средней Азии там песками занесены прекрасные цивилизации, цветущие, в которых здравый смысл не победил. В Сахаре тоже занесены песками цивилизации, в которых здравый смысл не победил. Вот сейчас в Европе, который уверенно строит Евро-Халифат, правда, российские одичаловы бросились догонять и перегонять Европу и в этом деле, но Европа нас пока опережает в этом вопросе. Тоже здравый смысл не победил. В Америке украли, Байден украл выборы, где там у них здравый смысл, не говоря о законности. Не связано ли это, по вашему мнению, вообще с общим, ну, у меня такое печенье складывается, что идет общая дезеградация элит вообще вот. Вот. Если сравнить тех людей, которые были, ну, во власти, скажем так, ну, лет 30-40 назад, наверное, там было иного поколения какое-то. Здесь дело не в поколении. Обратите внимание, что, скажем, в Америке борются за власть люди, которым далеко за 75. Почему? Потому что в Америке то, что у нас делал господин Кузьминов со всей этой шоблой либеральной, уничтожение образования, произошло значительно раньше. И люди, которые прошли образование, грубо говоря, современной вши, они не могут, как бы, нельзя их допускать никакому правлению. Никакому вообще, а то будут, так сказать, уличные бои, как во Франции. Поэтому американцы держатся за стариков, потому что их хоть что-то соображают. Они в деменции, но Байден в деменции, он более разумен, чем там какой-нибудь Тед Круз в расцвете сил. Или там какой-нибудь сенатор, как Марио, не помню же все эти фамилии. А Чемхамала Харрис, в конце концов, который устроил роботорговую в 21 веке в Калифорнии. У нас эта тенденция тоже идет полным кодом. Мы немножечко отстаем, но как бы наши дети помогают в том, что у них функционал с самого начала был другой. Они пришли, чтобы разворовывать советское наследство, если я правильно понимаю. А это очень сильно помогает в деле и дебилизации общества, и в деле личной дебилизации. Ну, это явные какие-то такие признаки. Ну, у нас же, смотрите, наша школа все-таки, она же дает замечательные совершенно образцы, да? И людей грамотных, умных. Я вот видел вас недавно в передаче у Владимира Соловьева. Вот вы там как раз про бюджет говорили, да? Это, наверное, вот, ну, она в начале недели была, по-моему, передача, где его присутствовали. Но я хочу сказать, что, ну, все-таки уровень экспертного сообщества у нас же достаточно высокий. Так, по вашему делу. Во-первых, а кто у нас, назовите мне, пожалуйста, экономиста, моложе 45 лет, который что-то понимает в макроэкономике? Вот я сейчас вчера читал «Росбизнес-консалтс» как раз по поводу этих самых 42 стратегических инициатив правительства. Там, значит, эксперт из высшей школы экономики, из Центра развития высшей школы экономики говорит, ну, посудите сами, какой замечательный эффект дают эти 42 проекта, 0,3% ВВП в год. Ну, и в целых, 0,3% ВВП от, грубо говоря, 100 триллионов ВВП – это же 3 триллиона эффекта. Он даже, он не то что считать не умеет, он калькулятором пользоваться не умеет. Он на порядок ошибается в 10 раз. Он ошибается на порядок, это публикует НРБК, этого не видит никто. О, где здесь, простите, экспертное сообщество? Где? У нас в Ранхиксе, правда, не в Московском, а в Челябинском, значит, на лекции «Гражданско-правовые основы поведения государственных служащих» лектор час-двадцать минут рассказывает о том, что Крым не является частью Российской Федерации. В Ранхиксе, понимаете? В Ранхиксе. И где это экспертное сообщество, прости господи? Вот когда нужно оформить бумажку о том, что лозунг удалось самодержавие и престолу наследия является подрывом основного государственного строя, да, тут эксперты заводятся и быстренько все подмахивают, что нужно. Простите, пожалуйста. А с другой стороны, а при чем здесь эксперты? Власть, осуществляя либеральные реформы, в любой сфере начинает от того, что уничтожает профессионалов. Потому что профессионалы мешают воровать. Власть. Он может и не прочь бы украсть, а и кому-нибудь помочь украсть. Но он не хочет, чтобы воровство приводило к разрушению соответствующей отрасли. Он себя отождествляет соответствующей отрасли. Ну и, простите, как бы... Люди оказываются непригодны для воровства, поэтому их истребляют первым. И все, и у нас уже во многих сферах просто нет отраслей. Нет экономистов в центре развития высшей школы экономики, которые умели бы пользоваться калькулятором. Судя, по крайней мере, потому что печатает РБК. А у РБК нет людей, которые тоже способны пользоваться калькулятором. Или, может быть, если у них работают мастер-байтеры, то у них нет людей, которые способны читать по-русски. Я не знаю. Михаил Геннадьевич, в России все очень печально. Вот мы сейчас услышали, в мире все очень печально. Это что, цивилизация прекращает свое существование? Нет, мы просто переходим в другое состояние. Мы из мира бирж переходим в мир цифровых экосистем. Сейчас у нас начало этапа социальных платформ, то есть соцсети, которые используются для управления. Это совершенно другие принципы игры, правила игры. Какое место в новом мире займет Россия? Ну, если у нее будет какое-нибудь место, наверное, какое-нибудь займет. Вы знаете, как-то в пути кормить никто не обещал. Мы имеем, конечно, хорошие предпосылки, потому что мы имеем свои сети социальные. Это мы, китайцы, американцы, и, по-моему, все. Ну, может быть, у индусов есть какие-то свои сети. Но, в отличие от китайцев и американцев, наши социальные сети платформами не стали. Потому что они не используются для управления. До такой степени, что ВКонтакте очень долго была основной платформой организации украинских нацистов. Уже, значит, уже и война была, и все. И Донецк отбился, и Луганск отбился. Она была основной сетью, где они, так сказать, координировали, взаимодействовали. Решали, кого они сегодня будут резать и так далее. И российское государство это не волновало вообще в принципе. Ну, слава богу, это бы заволновало украинское государство, которое закрыло сеть ВКонтакте на Украине, потому что, типа, это как бы вражеская сеть. Но российское государство этим низко не пользуется. Но если вы не пользуетесь тем, что у вас есть, значит, у вас этого нет. Понятно. А когда вы говорите, вот этот термин используется, цифровые экосистемы, да, как-то сказать? Это очень старый термин, да. Это, грубо говоря, цифровая следа, которая объявляет всю деятельность человека. То есть мы сейчас еще покупаем в магазине не по телефону, большинство. Многие уже по телефону, но многие не по телефону. Мы, некоторые даже не всегда берут с собой этот телефон. А когда вся наша жизнь будет поглощена цифровой сферой, это не значит, что мы будем жить только в телефоне и не будем выходить из комнаты по-бродскому, да. Но он будет фиксировать всю нашу жизнь. Ну, например, у меня часики. Вот, а если я захочу, они мне расскажут, какое у меня давление, например, какая у меня сатурация в крови. А совершенно беспородные дешевые часики, просто они эффективны. Вот когда они это будут делать постоянно, передавая данные в телефон, передавая данные в цифровые сети, вот тогда, вот тогда, это будет часть цифровой экосистемы. Об этом Греев говорит очень много. При всей его мерзости он говорит некоторые вещи очень, так сказать, правильные. Соответствующие действительности. Ну, совершенно хорошие, они соответствуют действительности. У нас же был удивительный переход. Мы успели пожить 30 лет в качестве новой эпохи. С 91-го до 20-й годы мы жили в мире, в котором были раздавлены окончательно государства. Ну, в мире их надавили в середине 70-х, но социалистический лагерь как-то сопротивлялся. Был, так сказать, островком старой эпохи. И власть перешла к финансовым спекулянтам, которые стали развивать информационные технологии и управлять людьми непосредственно через формирование сознания. В 20-м году они, стало уже ясно, что взят качественно новый этап, и власть уже переходит к тем, кто может формировать сознание напрямую и эмоции напрямую без помощи денег. Это вот социальные сети, социальные платформы и в перспективе цифровые экосистемы. Очень интересно, что дальше будет, потому что дальше должна быть теория великой физиологической революции. Потому что современные технологии позволяют человеку жить, ну так, если совсем грубо, то до 800 с хвостом лет. Потому что все проблемы износа организма, они содержательно решены. Они их не пускают, так сказать, монополизм в медицине, их романсевтической мафии не пускают. Но в принципе, скажем, весь порог Мечникова, 100-20 лет, это желудочно-кишечный тракт только может отработаться. Если мы будем им пользоваться правильно, по инструкции. Но желудочно-кишечный тракт – это соединительная ткань, которая восстанавливается. Я знаю людей, которым сделали, по сути дела, дело заодно. Сердце человеческое работает 250 лет, если его эксплуатировать, так сказать, в тех параметрах, в которых оно должно функционировать. Правильно тренировать и не перегружать неправильно. Но человеческое сердце тоже восстанавливается, на самом деле. И есть пример восстановления, и эти люди с ней расходят. Не какие-то там, так сказать, искусственные сердца, никакого шунтирования. Просто восстанавливаются сосуды, восстанавливается соединительная ткань, восстанавливается мышечная ткань. Даже после жесточайших коронавирусных поражений. Это работает. Это работает. Просто, если вы об этом скажете чуть громче, то вас убьют, потому что вы отнимете деньги у фармацевтической мафии. Ну, извините, не у фармацевтической мафии. У фармацевтических хозяев разных государственных мафий. Это, наверное, будет более качественно. Но это все-таки прорвется наружу рано или поздно. Все это очень простые технологии, совсем простые. Соответственно, это будет великой физиологической революцией. А вы понимаете, что человек, даже когда он живет, грубо говоря, 60 лет, 70 лет, он ведет совершенно не так, как ведет себя человек, который живет там 38 лет. Можно сравнить нас с нашими прадедами, например. Ну, там, с вашими дедами. Потому что в начале, 100 лет назад человек жил 38 лет в нашей стране. Ну, хорошо, 110 лет назад. А сейчас он живет худо-бедно, но там 67 или сколько-то лет, 70 с копейкой. Я просто не следил за этим. И совершенно другая психология, совершенно другое восприятие имеет, совершенно другая энергетика. Другое общество, он просто другое. Что будет, когда человек будет жить там хорошо, не бог с ним, смысл устоил, но будет жить 120 лет в среднем, особо не напрягаясь, особо себя не защищая, не шарахаясь на улице от проезжих машин, ну, ввязываясь в пьяные драки. Знаете, как известный анекдот проабхазского долгожителя. К нему приезжают и говорят, вы знаете, я не пью, я вообще не кулю. Знаете, я с женщинами дела не имею. Ну, наверное, ваш отец тоже так жил. А что жил? Вон он на улице пьяный валяется. Ну, конечно, при осмыслении абхазской культуры с точки зрения русского быта, там, 70-х годов. Но, тем не менее. А дальше у нас будет эпоха бесплатной энергии. Следующий технологический переход, следующий большой авиалюс. Потому что сейчас, ну, по многим наметкам, по многим открытиям, в общем-то, проблема-то она решена. И когда говорят, вечный двигатель запрещен, всегда добавляют второго рода. Потому что, извините, земля-то система открытая. Если использовать то, что крутится вокруг нас в космосе, то просто использовать эту энергию вперед. Вот там, солнечная батарея, чем он не вечно двигается? Энергия дарова. Естественно, это будет по-другому организованная энергетика. Но это будет очень глубокое изменение. Более глубокое, чем даже с физиологией. И тут очень интересная ситуация с группами капитала. Потому что для того, чтобы сделать дешевую энергию, нужно убить промышленный капитал. Ну, грубо говоря, значительную часть нынешнего промышленного капитала, его нужно ослабить. А эта задача очень сложная. А вот бить по фармацевтике значительно проще. Поэтому я думаю, что последовательность будет такой. Цифровые экосистемы, в ходе которых будут выжжены финансовые спекулятивные капиталы просто как бессмысленный паразит. Это 20 лет назад деньги были инструментом управления человеком. Даже 4 года назад еще были деньги инструментом управления человеком. Зачем, когда можно управлять напрямую через Facebook или через Telegram или через еще что-нибудь завтрашнее. Зачем? Зачем нужны деньги и их носить? Они должны быть ликвидированы и будут ликвидированы просто из экономии ресурсов. Тогда сегодняшний союз финансистов с цифровиками преобразуется в союз цифровиков с реальным сектором. Потому что здесь интересы одинаковые. И тем и тем нужна стабильность. И тем и тем нужны большие рынки. У них противоречие просто ситуативные. Потому что цифровиков поразил финансовый спекулятивный капитал. Ну, по диалектике они его и будут отрицать. Это будет история ближайших к 50-10 лет. 5-10. Если мы удержимся, если мы сохраним технологии, если мы сохраним искусство электричества. Потому что инженер-то нет. Дебилизация-то идет. При этом ходу мы вполне можем остаться без света. Давайте посчитаем численность человечества через 20 лет после того, как исчезло электричество. Как оно разучилось пользоваться электричеством. Ну, вы турбинку построите еще, а я уже нет. Просто на бытовом уровне. Если этого не случится, то у нас впереди все очень интересно. Это внушает хорошие, оптимистические... Нет, это интересно не значит хорошо. Я понимаю. Но если уже интересно, будет уже хорошо на самом деле. А картину, которую вы описали, она на 5-10 лет. А скажите, пожалуйста... Ну, это, наверное, будет уже заключительный вопрос у меня. Будем осваивать новые миры? Помните, как в Советском Союзе марш-энтузиасты пели через миры, через века? Значит, освоение Вселенной, города на Марсе, я не знаю, сады на Луне. То есть, вот в этом направлении мы будем как-то двигаться или нет? Есть очень много проблем. Потому что существуют некоторые барьеры в космосе, которые мы пока объяснить не можем. Теория относительности Эйнштейна, она настолько усложнилась, что, похоже, она исходит из фундаментальной ошибки. Вслед за советскими физиками, наверное, стоит все-таки исходить из того, что первична масса. И именно масса определяет и пространство, и время, и само их наличие. То есть, мысль бесконечного во времени и пространстве относительно равномерного мира, она очень, так сказать, по-человечески понятна, но она, скорее всего, фундаментально не точна. Это вопрос, который совершенно открыто стоит. У людей наблюдаются очень интересные изменения в психике при существенном удалении от Земли. Причем, когда человек возвращается на Землю, это все возвращается вновь. Это не про космонавтик, это про чуть более дальний опыт. Так что, насчет полета в дальний космос я не уверен. Хотя, технологии повышения иммунитета есть. И опять-таки, ходят среди нас люди, которые, так сказать, в чумную палату могут заходить, не говоря уже о коронавирусном. И повышение иммунитета защищает от коронавируса, ну, скажем так, с очень высокой степенью надежности. И очень сильно решает проблемы потом с последующими осложнениями. Вот. Так что, если человек, ну, скажем, я вряд ли уже, а люди чуть помоложе вполне могут жить там несколько сот лет. Это, если, может быть, не через миры, но через века-то уж точно. Согласитесь. Да. Вот. Это все будет медленнее, чем нам кажется, потому что несовершенство общественной структуры, оно блокирует технический прогресс весьма эффективно. Ну, сейчас завезут в Россию еще там пару миллионов мигрантов легально и пару десятков миллионов мигрантов нелегально. Ну, и кому здесь нужен будет технический прогресс? Ну, зачем? Ну, зачем нужен будет технический прогресс? Вот. Но, понимаете, если до этого додумались в России, то через некоторое время додумаются где-нибудь еще. А через 50 лет, через 70, через 100. Не важно. Самое главное, чтобы сейчас не произошло фундаментального технологического коллапса. Потому что, ну, просто уже нет инженеров. Не в России нет, в мире нет. Китай, по-моему, последний, кто их готовит. Но у него такая интенсивность экономики, что он не готов их экспортировать. Вот. А в целом уже все. Уже до свидания. Уже в Королеве у нас врачи, которые не могут выписать рецепт. Не потому, что они плохие врачи, и их плохо учили, а потому, что они по-русски не говорят. Ну, да, это проблема есть. Согласен. Согласен. Хорошо, Михаил Геннадьевич. Спасибо вам огромное за то, что уделили нам время и внимание. Мы вам искренне благодарны. Еще раз, позвольте, примите наши самые искренние поздравления. И успехов, удачи вам в вашей деятельности. У нас все-таки надежда есть. Спасибо большое. Тогда ссылочку мне скиньте, пожалуйста. Обязательно. Обязательно. Хорошо. Всего доброго. До свидания.